Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы находите время посмотреть наши передачи. Для нас всегда большое благословение служить вам. Я верю, что само служение Российской Церкви – это возможность достичь людей Божьим Словом, где бы они ни находились. Не важно, где вы находитесь сегодня, важно то, что Бог не останавливает свою работу. Мы сегодня живем с вами в уникальное время, когда Божье Слово может прийти в жизнь и в дом каждого человека. Хочу пригласить вас, поделитесь со своими друзьями, знакомыми о наших передачах. Пусть больше будет зрителей, пусть больше будет людей, которые будут слышать Божье Слово. Таким образом, мы вместе будем прославлять Бога. Мы молимся и мы дорожим вами. Спасибо вам. До силы вас, Господь. Давайте мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, пятую главу. Здесь описываются интересные случаи. В школе мы всегда, знаете, сидели рядом с человеком, который всегда лучше мог решать задачи, чем мы. Почему так случалось? Некоторые скажут из вас, нет, я был лучше тот, который решал задачи. Да, ты, наверное, лучше решал задачи по математике, но ты не мог решить тогда задачи по физкультуре. Вот я помню всех своих отличников в классе. Все, кто были отличники, все были двоечники по физкультуре. Зато мы, двоечники, были отличники по физкультуре. Поэтому был какой-то баланс такой, знаете. Но всегда есть рядом в твоей жизни люди, которые более успешны, чем ты. Всегда есть в твоей жизни люди, которые, получается, всегда им легче достичь чего-то, чем тебе достичь. Это некий парадокс жизни. Поэтому, когда ты сел на такси, чтобы доехать быстрее, оказывается, люди на троллейбусе доехали быстрее, чем на такси. Понять не можешь, как это может быть. Вот так бывает в жизни. И вот, представляете, Писание описывает некую историю, которая точно так же, как у нас с вами. Смотрите, давайте мы откроем. Иоанн Иоанн, 5 главу. После этого был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Ежи в Иерусалиме увечьях ворот купальня, называем по-еврейски, Бефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал в воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидел лежащего, узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Интересная история. Человек уже 38 лет ожидает. Это история ожидания. Человек уже настолько долго пролежал у этой купальни, что он большую половину своей жизни, он посвятил тому ожиданию, чтобы пришел просто ответ на его проблему со здоровьем. Но всегда в его жизни оказывались люди проворнее, чем он. Всегда в его жизни оказывались люди, которые более способны, потому что за 38 лет он видел много чудес. Он видел много, знаете, невероятных историй, которые люди входили и уходили здоровыми. Библия говорит, какую бы болезнью ни был больной человек, человек выздоравливал и уходил. И вот представляете, этот человек 38 лет живет. 38 лет он ожидает. Это, знаете, это время, которое замедляется настолько сильно, потому что ничто не томит в наше сердце, как ожидание. Ничто не томит в наше сердце, как ожидание. Поэтому, когда ты в ожидании, тебе кажется, что время вообще останавливается. Вы когда-нибудь ждали кого-нибудь или нет? Я помню, когда я был ребенком, и я ждал, когда родители придут с работы, знаете. Я знал, что у них рабочий день до пяти часов. И вот это время после работы, оно длилось так долго, потому что я думал, что уже десять раз можно приехать с работы домой. Так часто бывает в нашей жизни. Мы ожидаем какого-то результата, мы ожидаем чего-то, и это ожидание начинает томить наше сердце. Часто мы в процессе учебы, когда мы ставим для себя какие-то цели и начинаем достигать их, нам кажется, что другие более успешные, они сдают лучше тесты, чем мы, они более проворные, чем мы, они более успешные, чем мы. У них есть кто-то, кто может помочь им, у них есть кто-то, кто может замолвить за них слово. Но Иисус приходит именно к тому, который так долго ждет, и говорит, слушай, хочешь ли ты иметь результат в своей жизни? Хочешь ли ты, чтобы ты сегодня был исцелен? Хочешь ли ты, чтобы ты сегодня стал успешным? Смотрите, что говорит человек этот. Больной отвечал ему так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою, уходи. Он-то сейчас выздоровел, взял постель свою, пошел. Было же это в субботний день, в день субботний. Поэтому идеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. А Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою, уходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою, уходи. И исцеленый же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось, чтобы чего хуже. Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его Иисус, и стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Интересная история. Каждый раз, когда мы ожидаем чего-то от Господа или ожидаем в жизни определенного результата, всегда в нашей жизни находятся люди, которые более способны, чем мы. Они окружают нас. И вместо того, чтобы чудеса, которые рядом случаются с тобой, они могли бы мотивировать тебя по ревности о Боге или по ревности к тому делу, которое ты делаешь, часто успех других людей становится причиной того, что ты начинаешь чувствовать свою неспособность. И кажется, что если бы мы увидели сейчас мертвого воскрешения, наша вера бы воспряла бы, у нас все получилось бы, то, вы знаете, не все были бы счастливы от этого. Потому что кто-то так сильно ожидал воскрешения, и эти люди, от кого они ожидали или ждали, они прошли через разочарование, потому что у них ничего не случилось. Часто мы ожидаем, знаете, возлагаем ложную надежду наших детей, и мы надеемся, что они будут нашей опорой, они будут нашей защитой, они будут теми, которые будут заботиться о нас, те, которые будут помогать нам. И вы знаете, и потом мы смотрим на другие семьи, и мы видим, что вот то, о чем мы мечтаем, это есть в других семьях, но этого нету в нашем доме. И мы проходим через определенные кризисы, потому что мы не можем понять, мы ходим в одну и ту же церковь, мы молимся одному и тому же Богу, мы стараемся воспитывать детей так же, как и другие стараются воспитывать их, но почему-то у одних получается, а у других не получается. И мы снова в разочаровании. Мы как тот человек, который 38 лет ожидает своего чуда, но чудо не происходит. Всегда есть кто-то, кто зашел раньше тебя в воду, кто получил ожидаемый результат, у кого-то получилось, у нас не получилось, кто-то достиг, кто-то не достиг, в какой-то семье получилось правильно воспитать детей, а у моей семьи не сильно получается. И мы находимся, знаете, как те искалеченные судьбы в этой бефесте, в этой купальне, в этом Доме Божьем, в этой церкви, ожидая чудо от Бога. Вы знаете, история, она великая история, она благосовенная история. Знаете почему? При множестве разочарования в жизни этого человека Господь не забыл про него. Можем ли мы с вами, находясь в тех службах, обстоятельствах жизни, находясь перед теми вызовами, которые стоят перед нашими детьми, можем ли мы, проходя через какие-то трудности, которые кажется, что Господь забыл про нас, потому что кому-то Он дал успех, кому-то Он дал преуспевание, кому-то Он дал благословение, кому-то Он дал еще что-то. А я нахожусь только потому, что у меня некому помочь мне. Мы начинаем смотреть по сторонам, и может быть, пастор не так благодушен ко мне, как к другим, поэтому к одному он подойдет, поговорит, помолится, а мимо меня прошел и не заметил. И ты следишь и думаешь, вот если бы он тогда помолился, было бы по-другому, но он не помолился, он не дошел до меня. И может быть, ты искала какую-то поддержку у людей, эти люди, они не смогли помочь тебе, потому что им было не до тебя. Представьте, этот человек 38 лет наблюдает историю величия, могущества, славы Божьей в чьей-то жизни, но не в своей. Сколько нас таких сегодня в Доме Божьем, которые проходим через одиночество нашей жизни, через ожидания в нашей жизни, и нам порой кажется, что кто-то более успешен, чем я успешен, кто-то более здоров, чем я здоров, кто-то благословен, более чем я благословен, у кого-то лучше получается, потому что ему кто-то помог, в чем-то, чего-то достичь. Сколько из нас мы забыли о том, что Господь, который любит тебя, Господь, который готов помочь твоему ребенку, Господь, который готов помочь твоей семье, Господь, который готов помочь твоему настоящему, твоему будущему, Он про тебя не забыл. Иисус, приход к этому человеку, послушай, хочешь ли быть здоров? Он не хочет знать, сколько лет ты здесь находишься. Он не хочет спрашивать, у кого получилось, у кого не получилось. Он задает тебе вопрос, хочешь ли ты, чтобы у тебя получилось. Мышление человека. Никому не до меня. Кто-то проворней. У кого-то лучше получилось. Я пробовал, но я оказался последний. Вот и все. Сколько из нас, мы смотрим на наших детей, и мы думаем, родственников нету, которые могли бы помочь получить хорошее образование. Получил ребенок образование, мы смотрим, нету друзей, которые могли бы устроить хорошую компанию. Кто-то прошел через кризис в семье, может быть, отец оставил вас, может, еще что-то. Смотришь, думаешь, вот если бы он был, было бы по-другому, сейчас по-другому все плохо. Сколько сегодня в ночи этих слез, не увиденных никем, но они пролиты перед Господом, только потому, что ты находишься в состоянии ожидания, и ты не знаешь, что с этим делать. сколько из нас мы положили свою веру на человека, которое, Писание говорит, проклят человек, надеющийся на человека и ставящий опору и плоть свою. Библия говорит, что мы будем подвержены разочарованиям, мы будем подвержены проклятию в своей жизни только потому, что мы положили свою веру на человека. Вот этот человек, который был хромой, он лежал и думал, найдется человек, кому будет дело до меня. Вот он столкнет меня в эту купальню, вот он просто придет и поможет. Наверное, были такие, которые приходили и говорили, слушай, я тебе помогу. И вот этот человек приходил один день, вода не возмущалась, второй день не возмущалась, третий день не возмущалась, и потом этот человек говорит, слушай, ну мне нет до тебя, семью кормить надо, мне жить как-то надо, ну ты тут посиди, я схожу, потом приду, снова буду с тобой сидеть. И вот именно в этот момент, когда он уходил, вода возмущалась, кто-то получал свое исцеление, и потом этот человек возвращался с магазина. Слушай, я тут ходил, а что такое? А где Петя, который был рядом с тобой? А нету его. Как нету? Ушел своими ногами. Как ушел своими ногами? Как только ты ушел, как только ты ушел, ты всегда не вовремя уходишь, знаешь, зачем тебе нужен был этот хлеб? Ты ушел в магазин за хлебом, но именно в это время вода возмутилась. И этот хромой сидит и думает, вот если бы он не ушел, у меня было бы все по-другому. И тот, который ушел, думает, вот если бы я не ушел, было бы по-другому. Сколько из нас мы откручиваем свою жизнь и думают, если бы я за него не вышла замуж, а вышла за другого, который сейчас директор завода, вот я бы жила бы по-другому. Все, вы так не думаете, я же знаю. Вы счастливы со своими мужами, но я так отдельно какую-то историю. Сколько из вас вы отматываете свою жизнь и думаете, вот этот Петя, который никому не нужен был в классе, который все пинали, кому не лень, он же ко мне клеился, он же ко мне клеился. А я посмотрел, а ну что это за Петя? Ну, ой, Петя, иди отсюда. А этот Петя человеком стал. А этот Петя-то директором сегодня стал, уважаемым человеком, депутатом. Знала бы я, что он депутатом будет. Я бы этого Петю под мышечкой домой бы унесла. Мы мыслим так же, как мыслит этот человек. Ничего не меняется. А Иисус приходит к тебе. Хочешь ли ты, чтобы твои дети были благословлены? Хочешь ли ты, чтобы у тебя было в жизни все по-другому? Господи, я хочу, но как? Это невозможно. Дорогие мои, так было с тем человеком. Многим из нас нужно просто поменять ориентир своей жизни не на человека. Многим из нас, родителям, нужно перестать искать, какие-то возможности, которые могли бы помочь нашим детям в наших человеческих усилиях. Все, что мы можем сделать им и как мы можем им помочь, чтобы их жизнь была успешна, это, знаете, как приходить пред престола его благодати и ожидать от него по вере. когда мы будем высвобождать слово веры в их жизнь и будем уповать на Господа так сильно, что чудеса будут происходить в их жизнях. Это когда независимо от тех обстоятельств, что кто-то стал более успешен, кто-то стал более проворнее, кто-то стал более чего-то достиг, не важно, что было рядом, важно, что Господь не забыл про меня. Не важно, что движение Божие произведет некое, знаете, недоумение в людях, потому что, представляете, Иисус приходит к этому человеку и говорит, встань и ходи. Это же вопреки логике, потому что вода же должна, должен быть определенный процесс. Человек встал, говорит, возьми свою постель иди домой. Ну надо же в субботу такое сказать. Нам нужно просто положить свою веру не на человека, не на преподавателей, не на учебное заведение, а посмотреть на Господа, который начальник и совершитель нашей веры. И когда мы будем благословлять наших детей, когда мы будем говорить в их жизнь благословенная, независимо от того, есть у него отец или нет, оставил его отец или бросил, не важно, Бог его не оставил, Бог его не бросит. Не важно, есть знакомый или нет у знакомых, Бог позаботится, и он будет благословен, мой ребенок. Потому что ты тот, который можешь высовывать из слова веры в его жизни, ты тот, который можешь благословить его твоим благословением. И покров твоих молитв, и твое упование на Господа сделает твою жизнь другою. Многим из нас нужно избавиться от этого. Многим из нас нам нужно покаяться в том, что мы полагаем свою веру не на Господа, а на человека. Многим из нас нужно покаяться в том, что мы часто смотрим на кого-то, и мы завидуем этим людям, потому что мы думаем, что у них получилось, а мы не такие успешные. какое дело нам до этих людей, которые встали и ушли в этой купальне. Ты находишься в этой купальне уже 38 лет. Зачем тебе смотреть на кого-то? Ожидает Господа. Послушайте, множество народа было, но Господь пришел к этому человеку. Я думаю, у Господа было несколько причин прийти к нему. Первое, это то, что ему некому было помочь. И Господь помочь. Поэтому многие из нас, мы сегодня сидим, и мы переживаем, мы ожидаем от Господа. Я говорю, Бог, я не знаю, как помочь моей дочери. Она задает мне не очень удобные вопросы. Она приходит ко мне домой и говорит, мама, почему у моих подружек вот такие возможности есть, а у нас таких возможностей нет? И ты даже не знаешь, как ответить на эти вопросы, потому что все, что ты делаешь, ты закрываешься в комнате, и ты плачешь свою подушку, потому что ты ищешь виноватых в жизни, почему так случилось с тобой. Мы так живем с вами, знаете, мышлением такого, чтобы наш ребенок выглядел не хуже, чем другие. Поэтому мы их часто одеваем на последние, посылаем куда-то на последние, чтобы было как бы не хуже. На трех работах работаем, изнемогаем, света белого не видим, сами несчастливы, нет никакого счастья и радости в жизни, но мы пытаемся каким-то образом оправдаться за того, который должен был разделить с тобой ответственность. Может быть, отец, который не помогает, или может быть, ему просто не до этого. кроме боли, ничего не остается в нашей жизни. Я уверен, что Бог не оставит нас и детей наших. я помню, когда я приехал в Перин. Я помню обетование, которое я взял для себя. В городе, где не было ни родных, ни близких, ни друзей, ни знакомых, никого. И денег очень мало на гостиницу, чтобы прожить, потому что даже не было возможности снять квартиру. я встал перед Господом и сказал, Господь, я стою на Твое обетование, где Ты сказал, где я не видел праведника и детей его, просящими хлеба. Бог, я стою на обетование, что не я, не мои дети, мы не будем находиться в той нужде, что мы будем просить хлеб и нуждаться в нем. в то время, когда не было вообще никакой возможности. Пустые полки, огромные очереди за хлебом. Ты благодарил Бога, когда сестра пришла, сказала, у нас комната с подселением, и мы можем ее сдать вам. 21 рубль, который ты платишь за гостиницу и 100 рублей, которые ты будешь платить за комнату в месяц, это как просто с неба что-то упало на тебя. И когда ты ложишься спать, и клопы в это время кусают тебя, а у тебя аллергия на клопы такая, что ты весь просто начинаешь опухать. Когда это случалось со мной в армии, я вставал, я нес постель, я просто сжигал эту кровать, эту всю мазал соляркой, устраивал ей пожар, я сжигал все, что было рядом. Я не мог переносить все. А здесь клопы кусают, тебя в чужом диване, ты заплатил 100 рублей в месяц, чтобы жить. И ты поворачиваешь эту ситуацию так, что встаешь в 3 часа ночи, падаешь на свои колени, и говоришь, Бог, я благодарю тебя за этих клопов, которые будят меня, чтобы я молился за этот город. Я возвал руки на эту постель и молился за этот город. И спокойно ложился и спал. Не было никакой аллергии. И клопы уходили спать. Я посчитал, что это стражей Господней, которые будут просто заботиться о том, чтобы я просыпался ночью и молился за этот город. Но это была цена, которую ты готов был платить, чтобы Бог прославился в твоей жизни. Можем ли мы те обстоятельства жизни, которые сегодня у нас есть, трудные, сложные, проблемные, повернуть в возможность, чтобы стоять пред Богом? Или мы будем искать виноватых? Как мы это делаем до сегодняшнего дня? Сколько из нас мы ищем виноватых? Ты хочешь выздороветь? Господи, хочу. Но плохие люди в жизни попадались. Почему? Оставляли меня. Не хотели помочь мне. Всегда кто-то находился, кому помогали, а мне не помогали. Это история, знаете, когда мы ходим по церкви. В церкви любви нету. Братья и сестры нас не любят. А когда ты смотришь, это любимчики говорят, которых все любят и которые вокруг всех крутятся, утешают. Все смотрят. Мне не интересно, сколько лет здесь ты. Я знаю, сколько ты здесь. Мне не интересна твоя история, потому что я ее знаю лучше, чем ты ее знаешь. Я хочу тебе помочь. И даже тогда, когда Бог начинает помогать тебе, люди, которые, может быть, ходили и утешали тебя, я представляю этих священников, которые ходили там в этой купальне, говорили, не переживай, ты уже 37 лет, потерпи, ты тоже успеешь. Однажды придет твой день, не уходи с этого места, тебе придет ответ. Знаете, люди были религиозные, там были священники, которые ободряли этих людей. Знаете, 38 лет быть там и не уйти оттуда, это тоже надо, чтобы кто-то тебя убедил остаться там. А потом чудо божье раз. Человек встал и ходит с постелью. Эти религиозные люди, которые 38 лет ублажали тебя, чтобы ты не уходил и ждал. Вместо того, чтобы сказать, ты наконец дождался, слава Богу. Как это может быть, в субботу Бог действовать? Ты что, шутишь, что ли? Кто-то сделал. Да я не знаю, кто-то вот тут из людей сказал мне, я даже не видел, не распознавал. Узнай его, мы его убьем. Потому что для нас лучше, чтобы ты лежал еще 38 лет, чем в субботу это произойдет. Понимаешь, вот у нас в голове сложено так, что в субботу Бог не может действовать. Потому что многие, знаете, нам приходят и объясняют, когда мы сидим с вами, в одиночестве, в ожидании, в трудностях, к нам приходят такие, знаете, важные братья и сестры, знаешь, да, 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 ты мало молишься, поэтому у тебя нет ответа. И ты такая чувствуешь себя гречницей. Они потом смотрят, ты уже исправилась, ты уже много молишься. Знаешь, ты молодец, ты много молишься, мало поклоняешься, надо больше поклонения. Ты уже начинаешь молиться, поклоняться, приходят, не так поклоняешься, знаешь, не так. Сейчас есть новое движение, надо вот так. И ты от движения к движению, ты как облако, которое блуждает в этом мире. От совета к совету, от помощника к помощнику, от советника к советнику, полон разочарования. Все, что тебе нужно, это Бог. Все, что тебе нужно, прикоснуться к Нему, свою веру, чтобы Он помог твоему ребенку, чтобы Он помог тебе. Все, что тебе нужно, это в смирении войти в послушание Бузи, который говорит, хочешь ли ты быть здоровым, хочешь ли ты, чтобы у твоего ребенка было все хорошо. Господи, я сильно этого хочу. Я сильно этого хочу. Это не ищи оправдание. Не ищи, кто поможет. Обращайся к Господу. Он поможет тебе. Родители, давайте дадим нашим детям много Бога в их жизни. Давайте будем достойным примером для подражания. Когда они будут смотреть на нашу веру, на наши молитвы, на наше искреннее служение, и они захотят сделать больше, чем мы с вами в Боге, тогда мы их увидим на тех позициях, на которых мы даже с вами представить не могли бы. Когда я думаю про это поколение, я представляю, представляете, какие возможности есть у молодых верующих людей. Они могут состояться в любой сфере. И где бы они не достигли успеха, они могут смело заявить о том, что Иисус – Господь в их жизни. Поэтому, дорогие мои, давайте мы научимся доверять Богу не только свое настоящее будущее, но и настоящее будущее наших детей, внуков и правнуков. Служил нам. И Библия говорит о том, что спасая взятых на смерти, неужели откажешься от обреченных на убиение? И когда Бог изменяет судьбу человека, Он также изменяет и мою жизнь. Поэтому я рад служить Богу и я рад участвовать вместе с Ним в этом деле. Я хочу вдохновить каждого из вас. Не сдавайтесь, проповедуйте Евангелие, будьте смелыми и дерзновенными. Это делает нас сильными и это прославляет Господа нашего Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok